В семье прошло открытие мемориальной доски в память о ветеране Второй мировой войны Петре Коломине. В мероприятии приняли участие родственники ветерана, представители депутатского корпуса, совета ветеранов, военнослужащие, а также общественники и жители дома, в котором проживал Петр Коломин. Подробнее все эти. Петр Михайлович Коломин родился в 1926 году в селе Воскресеновка. В 1941 году окончил 7 классов и когда началась война, стал работать в колхозе. В ноябре 1943 года получил повестку в районный военкомат для отправки в ряды Красной Армии. И уже через полтора года прибыл на фронт, где был зачислен в 13-й пограничный полк. Сегодня мы виновники всей торжества установки мемориальной доски в честь Петра Михайловича Коломина, который с 1944 года был призван в ряды Советской Армии и после кратковременного обучения занял место в суровом солдатском строю. Он был в составе действующей армии, в составе 3-го Белорусского фронта и находился в жарких боях. Петр Коломин был награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалью за взятие Кёнигсберга. В 1954 году был вторично призван в армию, ведь тогда формировались новые войска ПВО и нужны были специалисты-радисты. В мирное время работал в Верхне-Яртышском бассейнском управлении пути. Кроме того, руководил профсоюзными организациями работников речного транспорта и судоремонтного завода. Я считаю, пока мы помним их, пока они в наших сердцах, они всегда с нами. Они очень много сделали для нас, для нашего будущего, для нашей Родины. Освободили от фашистской чумы весь мир. Поэтому нужно их помнить, помнить молодому поколению, брать пример. И я считаю, это очень знаменательное событие, по крайней мере, для нашего города. Родные Петра Колумина были очень рады тому, что в нашем городе решили увековечить память о ветеране. От всей души, от всей нашей семьи. Я хочу поблагодарить всех, кто участвовал в организации такого торжества, такой памяти в честь нашего папы Колумина Петровича. Он, конечно, был патриотом своей страны, своего города. Лучший город для него на всем мире был, в Синепалатинске. Здесь отдавался, конечно, общественной работе. Воспитание, думаю, участие в воспитании молодежи, в духе патриотизма. Поэтому, конечно, огромное спасибо вам за такую работу. После выхода на пенсию Петр Колумин продолжал активную общественную работу в Совете ветеранов, внося огромный вклад в патриотическое воспитание нескольких поколений юных семейчан. И мы уверены, что после себя Петр Михайлович оставил яркий и достойный след в истории.